Итак, друзья мои, сегодня мы говорим о просветлении. Сегодня мы говорим о роли женщины в просветлении. Но сегодня мы говорим о роли женщины в просветлении не для мужчины, а для самой женщины. И это очень важный вопрос. Многие задают постоянно мне вопрос и утверждение, вопрос-утверждение о том, что им тяжело, что женщины их не понимают, что жена не оправдывает их духовного роста. То есть этих сообщений огромное количество, и я постоянно с этим сталкиваюсь. Но вот что я хочу сказать. Наверное, друзья мои, надо тяжело работать для того, чтобы двигаться вперед и вести какую-то просветительскую работу. Потому что если Будда позволил себе давать саньясу женщинам, значит, наверное, те молодые, может быть, и зрелые мужчины, которые занимаются просветлением, они должны, наверное, больше уделять времени своим женщинам, потому что я не хочу обидеть мужчин. Но, к сожалению, я скажу вам, что для меня лично женщина это первично, а мужчина вторично. Поэтому сегодня мы поговорим вот о чем. Я 30 лет занимаюсь духовной работой, медитативными практиками. И, конечно же, много материала пропустил через себя. Но вот в моей книге, которой я пользуюсь уже на протяжении где-то 15 лет, и она меня не подводит, есть высказывания двух великих женщин с моей точки зрения. Это Жанна де Зальцман и Сахаджа. Жанна де Зальцман – это ученица Гурджиева. Я не буду комментировать, кто такой Гурджиев, не хочу вас унижать и, так сказать, умничать. И Сахаджа, которая ученица Чарандаса. Может быть, не очень известного мастера. У него было две ученицы, и Сахаджа одна из них, но она его прославила. И вот что я вам скажу. Ничего более емкого, правильного и умного, ну, в общем-то, я и не встречал. Поэтому без комментариев я процитирую, а вам приятного просмотра. Итак, Жанна де Зальцман. Для того, чтобы научиться видеть, это, заметьте, она говорит о просветлении, нужно научиться видеть. Прежде всего, необходимо выяснить, куда именно стоит смотреть. Как это по-мужски, правда? Куда стоит смотреть. А узнав это, нужно трудиться, поддерживать свое внимание, настойчиво всматриваться. Лишь в том случае, когда человек смотрит с неустанным вниманием, он однажды сумеет увидеть. Не было мужчины, который сумел бы более емко высказать то, что высказала Жанна де Зальцман. Увидев один раз, он сможет увидеть и во второй. И если так пойдет и дальше, то он просто сможет, просто не сможет не видеть. Чудесно. С моей точки зрения, чудесно. Научитесь видеть, господа мужчины. И вот Сахаджа, которая прославила своему мастера этими словами. Представляете, да? Чарандас. Никто бы о нем никогда не знал. Но появилась ученица, Сахаджа, которая прославила мастера Чарандаса. Никто из учеников не смог так преподать мастера. Это я обращаюсь к тем преподавателям йоги, преподавателям духовных практик. У вас есть такие ученицы, как Сахаджа? Позвоните мне. Итак, Сахаджа, я скорее оставлю Бога, чем покину мастера. Ну, мало кто из ваших может так о вас сказать. Бог не равня моему мастеру. Бог дал мне рождение в мир, мастер освободил от цикла рождения и смерти. Бог приставил ко мне пятерых воров, мастер вызволил, когда я была беспомощна. Бог бросил меня в сети семьи, мастер обрубил цепи привязанности. Бог запутал желания и болезни, мастер освободил от всего этого посвящения. Бог заставил блуждать в иллюзии и действия, мастер показал свое существо. Лихо, правда? Бог скрылся от меня, мастер дал огонь, чтобы его осветить. То есть мастер подогрел это желание. Вы многих подогрели? И главное, Бог создал эту двойственность, рабство и свободы. Мастер разрушил все эти иллюзии. Я приношу себя, тело, ум и душу к ногам своего мастера. Я могу покинуть Бога, но мастера никогда. Сахаджи, но комментс на сегодня все.